Здарова! Сегодня будет тепличный влог, потому что он будет проходить в теплице, а теплица это мероприятие, которое собралось сегодня здесь на Октябрьской 19. Йогу, стрижки, тату, стрит-арт и даже приедет Антоха МС и будет брейк танцевать, но не он, а все остальные, которые занимаются этим брейком. Погнали! Много художников и стрит-арта также очень много. Все разрисовали стены как хотели. Посмотрите только на это. Что вот это, непонятно. Возможно, это какие-то два графичка или рэпера, но выглядит явно поприятнее, чем то, что было здесь до этого. Обычная серая стена. Бургер лаб, в котором вы можете перекусить. Всякие бургеры, напитки, соки и многое другое. Здесь даже есть батат. Знаете, что такое батат? Это как картошка, но по-другому. Приходите сюда с девчонкой, с другом или с сестрой. Здесь будет выступать Антоха МС, но это будет не сейчас, это будет вечером. Он приедет обязательно, хоть были какие-то неполадки, но все их решили, потому что люди здесь собрались грамотные. Диджеи будут играть, развлекаться, вы можете танцевать сколько вашей душе угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажу еще немножечко муралов. Муралы рисовали, конечно, художники, а не какие-то безалаберные люди. И посмотрите, что здесь получилось. Еще одна стенка Дендилэнда преобразилась максимально. Ее невозможно узнать. Цвета очень яркие, но, тем не менее, это не выглядит как какой-то детский рисунок. Это выглядит как художественная роспись по стене. Идем к следующему муралу. Немножко могу рассказать про эту работу. Она называется «Обезьяна в посудной лавке». Она отсылает к фразе Ницше, которая звучит примерно так. Человек – это канат между животным и сверхчеловеком, который натянут над бездной. И тем самым я хотел сказать, что мы все, несмотря на смартфон и культуру и прочие примочки, мы все все же животные. Посмотрим дальше, что происходит на боковой стороне Дендилэнда. Опять какой-то мурал и рисунок. Здесь концепция еще глубже. Нарисован конь. Ладья в виде лошади. Сидит в ней женщина, которая управляет симпатическим кораблем. Она зарядует домом, наводит красоту в этом доме, зарядует кухней и тем, что нам понадобится жизни. Настолько же, насколько безганичная вселенная, безганичная человеческая фантазия, способности, познание этого мира, нахождение гармонии. Именно это означает слово «разум». В Хайде собрались люди и Эгидабай, которые предложили людям, у которых, наверное, нет друзей или, возможно, они очень любят животных, взять собачек, животных, котов. Посмотрите, какие они хорошие. Это настоящие собаки. Если вы кого-то здесь захотите, обязательно приходите и берите. Они лежат и ждут только вас. Смотрите. Пару слов дадим собаке. Я думаю, что она довольна и ей все нравится. Правильно? Да, говорит, что да, нравится, и говорит, отойти. Ну, мы тогда пойдем дальше, или еще тут собаки будут нападать на меня. Мне становится немного страшно, но это все мои какие-то страхи. Что дальше? Подставки под благовония, разное украшение. В общем, то, о чем и мечтала каждая девчонка. Ну, посмотрите на щупальца. Он его сначала схватил за руку, и это вынужденная мера. То есть он, кажется, от него отстрелил. Понимаешь? Здесь также идет в процессе доработки еще один мурал зеленого цвета. Собственно, гармония и любовь. Кто не знает, что там есть текстовая какая-то смысловая нагрузка, то достаточно просто смотреть на это и испытывать какие-то собственные эмоции. Я думаю, так, да. Давай, диджей, наваливаем узло. И происходит занятие йогой. Давайте посмотрим, как лежат люди. Если вы этого не видели или вам это нравится просто... Кайфовое место, классные ковры, все красиво. Меня учил мастер Ю кидать гарпуны и делать комфоу. Каждое утро и пить чай. Здесь вы видите скульптуру с разными... Кроме разные круги и разный диаметр. Каждый круг микроличность внутри человека. В магазине Адепт будет проходить ретроспектива фильмов об уличном искусстве и дизайне. В самом Дэнди Лэнди, студия Люмос, в которой вы сможете набить татуировки в этот же день. Не ждать месяц записи и там рисовать. Там, короче, неделями вот это тянет, эти гомотины. Это флеш-супер лайк, который вы сможете сегодня прийти и набить себе куда-нибудь. Обязательно берите его, потому что такая концептуальная татуировка может выпасть нечасто. Теплицы вырастили, как видите, татуировщиков. Можно будет купить одежду, постричься. Вот этот парень будет производить стрижки. Давайте спросим, какие стрижки вы делаете сегодня? Великолепно. Сегодня расслабленная стрижка. Стрижка расслабленная, это walking day, поэтому люди понимают, зачем они приходят, и мы будем расслабляться и кайфовать. Будут фейды? Будут фейды, максимальное количество, просто от мозга и до перехода. Будут площадки? Площадки не знаю, но это только по настроению, если будет настроение немножечко заровнять. Вопрос такой, здесь рядом собаки. Стрижете ли вы собак? Занимаемся ли мы грумингом? Да, грумингом. Да. Стрягут волосы, волосы сыпятся на землю, их потом куда-то убирают, этого я не знаю. У меня было много учителей и все они замечательные люди. Здесь Montana Cants. Она устроила акцию, вы заносите использованные баллоны, которые никому не надо как бы, но они их забирают и делают вам скидку на следующее. Магазин Red Concept Store. Продается одежда. Если у вас есть деньги и вам нужна одежда, вы можете купить одежду и отдать деньги. Одежда есть разная, разных цветов. В основном умеренные тона, никаких ярких я здесь не вижу. А вот здесь я вижу яркие тона. Магазин родился на две части. Для спокойных людей и более каких-то эксцентричных. Принесите мне права и постановления, чтобы снимать здесь. Выходите отсюда вы. Вот таким образом прошел тепличный влог. Была куча занятий, куча развлечений, куча веселья. Всем все понравилось, было все позитивно, красиво, хорошо. И все самые положительные качества, которые есть. Это концовка, значит надо поставить лайк, репост, комментарий оставить и все остальное вместе взятое. Как бы заканчиваю я этот видос. Вы сами все понимаете. Понимаете? И все. На этом. На этом. Ты.